МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У него девушка рисковала жизнью. Что это за Аполлон такой? Здравствуйте, это Факты происшествия. Не жадный, но наглый обескуражил крымских пограничников на пропускном пункте своим поведением житель Украины. Проходя контроль перед тем, как попасть в Россию, мужчина не побоялся предложить взятку человеку в погонах в виде бутылки дорогого алкоголя. Автомобиль задержанного был под завязку на битве наводочной продукции. Зная, что у проверяющих к нему точно будут вопросы, мужчина решил идти на пролом. Дело в том, что количество алкоголя, которое вез с собой указанный гражданин, превышало допустимую норму ввоза. В качестве вознаграждения за оказание услуги предприимчивый мужчина предложил бутылку виски. В соответствии с российским законодательством пограничники предупредили гражданина об уголовной ответственности. План жителей Украины разбился вдребезги. Ему пришлось вернуться домой. В соответствии с российским законодательством пограничники предупредили несостоявшегося взяточника об уголовной ответственности за подобные действия. Для смелого гражданина история могла закончиться миллионным штрафом или годом исправительных работ. От предложенной бутылки горячительного, в отличие от пограничников, вряд ли бы отказались вот эти жители Краснодара. У них настолько, что называется, горели трубы в субботу накануне Пасхи, что душа потребовала приключений уголовных. Это популярный сетевой магазин алкопродукции. Вот те самые жаждущие выпить. Выпить, но не заплатить. Видимо, у мужчин изначально была стратегия, и они ее придерживались. Один тот, что подстарше, отвлекал разговорами продавца, другой пошустрее, бродил по магазину и выбирал, чтобы украсть. Хотя шустрым его назовешь с натяжкой. Ноги так и норовили подкоситься. Выбор полна, ром и игристое. В настоящее время проводится проверка, направленная на установление лиц, причастных к данному преступлению. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам совершения преступления, предусмотренного частью первой статьи 158 Уголовного кодекса России кража. Девушка-продавец, которую удалось обхитрить двум, очевидно, нетрезвым покупателям, уже написала заявление в полицию и нелестные комментарии в интернете в адрес грабителей. С надеждой, что обидчиков поймают, и они отправятся за решетку. А наказание за содеянное им грозит до двух лет в неволе. Там уж точно не до дорогих напитков будет. Огненная драма возле одноименного театра в Краснодаре. Множество зевак собрал горящий заброшенный дом возле театральной площади. Это угол Красноармейской и длинный. Об этом одноэтажном здании уже вряд ли бы кто и вспомнил, если бы не ЧП. Уже как минимум лет 10 там никто не живет. И что стало причиной возгорания, до сих пор неизвестно. Пожарных вызвали очевидцы. В 18 часов 43 минуты на пульт диспетчера 01 поступило сообщение о возгорании в бесхозном неэксплуатируемом здании по улице Красноармейской в городе Краснодаре. В 18 часов 44 минуты на место выехали пожарные подразделения. В 18 часов 48 минут прибыли к месту. В 19 часов 06 минут пожар был локализован. В 19.48 ликвидирован. В МЧС пояснили, что в огне никто не пострадал. Причину пожара еще предстоит установить. Версию о том, что спровоцировать возникновение пламени могли люди без определенного места жительства, эксперты отметают, архитектурную ценность здание не представляет. Целый двор в Сочи огонь лишил веселья и здорового образа жизни. Единственный аттракцион на детской площадке у дома по улице Цветной бульвар уничтожил пожар. Это видео выложили в сеть очевидцы. За 10 минут в пепел превратился спортивный комплекс с горками и веревочной лестницей. Там железо плавится. Чего уж говорить о других материалах, легко воспламеняющихся дереве и бечевке. Дети были шокированы происходящим. За считанные минуты от любимого аттракциона практически ничего не осталось. Как предполагают спасатели, кто-то оставил мусор под спортивной конструкцией. Он и вспыхнул. Пожарные успели остановить распространение огня, иначе последствия были бы куда более плачевными. Вокруг полно деревьев. Алло, ваш сын задержан с тяжелыми наркотиками? Такой фразой средь бела дня буквально ошарашил жительницу Гулькевича по телефону аноним. Мужской голос в трубке представился следователем и сразу предложил вариант решения вопроса, чтобы избежать уголовной ответственности за 200 тысяч рублей. Только здесь и сейчас. Срочно нужны деньги, пока обед нету начальства. Сказали не ложить трубку. Пообещала найти быстро деньги, потому что мать. В течение 40 минут сердобольная мать нашла около 150 тысяч, перевела на указанный банковский счет. После чего злоумышленник перестал выходить на связь. Тут женщина и почувствовала неладное, обратилась заявлением в полицию. Оперативники Гулькевичского района установили личность предполагаемого преступника. Им оказался ранее судимый 28-летний житель Краснодара. Он задержан. При проведении дальнейшей проверки полицейские установили причастность задержанного еще к двум подобным эпизодам противоправной деятельности. В общей сложности задержанному мужчине удалось незаконно получить более 280 тысяч рублей. В отношении телефонного вымогателя возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкции по ней предусматривают максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Ведется следствие. Далее Краснодар и обзор дорожных аварий. Евгений Колесников расскажет, у кого плохо с совестью и глазомером. Что спровоцировало бегство с места ДТП водителя КамАЗа, еще предстоит выяснить полицию. Погожее утро на улице Думенко забрало много нервов и времени у участников этой аварии. На уверенном ходу КамАЗ следует за легковушкой. Какие-то несколько секунд и тяжеловоз, не сбавляя скорости, допускает наезд на белую иномарку. Либо водитель большой машины не успел нажать на тормоза, либо с ними возникла проблема. Иномарка отлетела в сторону, а грузовик на скорости поехал дальше и протаранил припаркованный фургон. И тут сама кульминация. Нераздумывая шофер КамАЗа, искореживший две машины, покидает место ДТП. Не мешало бы смотреть в зеркало заднего вида водителю бордового корейского кроссовера. Его метания на относительно спокойной улице Юнатов привели к столкновению, что называется, на ровном месте. И скорость вроде бы черепашья, а от удара не уберегла. С помятым бампером водитель такси точно опоздал на вызов. На что или на кого отвлекся водитель серебристого внедорожника, остается загадкой. Но его невнимательность привела к аварии на улице Третья Трудовая. Движение по кольцу, машин вокруг меньше десятка. Никаких, казалось бы, помех аккуратному движению. Но без ЧП не обошлось. Итог, помятый задний бампер легковушки, за чей счет ее будут приводить в порядок, неизвестно. К неожиданной траектории пришлось следовать водителю темного внедорожника, который проигнорировал красный светофор. Эта улица Кореновская уже стемнела. И, возможно, в свете фар водитель просто не заметил запрещающий сигнал. Бокового удара с отечественной легковушкой было не избежать. Долгим ли был вираж до парковки, камера уже не зафиксировала. Этот маневр станет уроком для нарушителя. И он не будет больше гнать на красный. Ну, кому точно надо выучить правила посадки и высадки пассажиров, так это водителю автобуса, который попал в объектив мобильной камеры народных корреспондентов. Это Сочи, район Чайсовхоза. В автобус стремительно заходят люди. Видно, что к задней двери медленно подходит бабушка на костырях. И не успевает подняться на ступеньку, как транспорт начинает движение и задевает старушку. Бабушка едет медленно. Бах, и поехал. Бабушка убивает. Со слов комментатора за кадром, ясно, что пенсионерка не раз уже попадает в такую ситуацию. И с каждым автобусом одна и та же история. Сняв это видео, оператор побежал к водителю ругаться и сумел посадить особенную пассажирку в салон. Но водитель ему пояснил, что родственники игнорируемой бабули сами попросили водителей данного маршрута оставлять ее на остановке. Десятки миллионов рублей пошли под ковш экскаватору. По слабонервным владельцам подобных апартаментов это видео лучше не смотреть. Но закон суров и един для всех. Многоэтажные красавцы стояли недалеко от Олимпийского парка. Место лакомое. На сладкую жизнь и прибыль, вероятно, рассчитывали те, кто возводил строение. Но нелады с законом и документацией все сломали. Буквально помогла в этом спецтехника. Обижаться на приставов не стоит. Дескать, столько трудов строителей на смарку. Владельцы дорогих домов были предупреждены. Им давали пять дней, чтобы самим стереть с лица земли свои особняки. Но это предписание бизнесмены проигнорировали. И не оставили выбора людям при исполнении. Администрация привлекла подрядную организацию, с которой заключен договор о демонтаже данного объекта. Нами обеспечен доступ, беспрепятственный доступ строителям данной организации для осуществления этих действий. Дома планировались как жилые. По нашей информации, квартиры уже распроданы. Но новоселье еще никто не успел отметить. Примерная стоимость однушки в особняке – 3 миллиона рублей. Возвращать деньги покупатели, потерявшие свои квадратные метры, скорее всего, будут через суд. Чуть ли не весь Краснодар больше суток искал футбольного попугая. Аполлон, так зовут пернатую пропажу, до вчерашнего дня жил в семье полузащитника Краснодара Павла Мамаева в районе авиагородка. Но улетел. Супруга спортсмена первой бросилась на поиски любимца, а даже забралась на крышу дома, чтобы проверить все потайные места. Но эти высотные подвиги успехом не увенчались. О чем вы говорите? Как надо спускаться? Нет, за стеночком держитесь и спускайтесь на пол. Так вы похватились. Отчаявшись, хозяйка Жако попросила помощи у интернет-пользователей. Даже пообещала круглую сумму в награду. Тот, кто помог бы найти птицу, стал бы богаче на 100 тысяч рублей. На своей страничке в соцсети женщина описала приметы Аполлона. На вид больше голубя, серое перенье, красный хвост, большой черный клюв и большие лапы. Насколько эта информация оказалась полезной, непонятно. Ведь все Жако выглядят одинаково. Ну а пока птах бороздил небо над Краснодаром, охотники за легкими деньгами размышляли, кому же достанется куш. Сегодня во второй половине дня летающий беглец нашелся. Аполлоша спит. Все хорошо. Спасибо всем, кто нам помогал. Особенно тем, кто его нашел. Звездный питомец прилетел на балкон жительницы улицы Репина. Вручили ли женщине обещанный бонус, хозяева Аполлона на своей странице в интернете не рассказали. Ну, у всех свои птицы счастья. Ловите их. На сегодня все. Поменьше вам неприятных историй. Пусть все будет хорошо. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»